И чем больше я наблюдаю за ситуацией на болотах, тем больше понимаю, что им, конечно же, нужен психиатр, а лучше группа психиатров. Я думаю, что главные ведущие специалисты в данном вопросе — это генерал Залужный и генерал Милли. Потому что это просто так не лечится. Придется ампутировать. Вот мы победили после этой ядерной войны. Ограничены быстро всех. Тогда нужно управлять миром. Победитель должен управлять миром. У нас есть платформа, план управления миром. Раньше в таких ситуациях говорили управлять миром и не привлекать внимание санитаров. Но в данном случае эти люди говорят абсолютно серьезно об уничтожении других народов и управлении миром. Вообще у ребят там праздник. Они еще стесняются сказать вслух, что за праздник. Но мы помним, а тот, кто не помнит, может загуглить, что 20 апреля родился Адольф. Тот самый, который сейчас является эталоном и по внешним признакам, и по внутренним, по идеологическим в современной России. Этого действительно придется лечить. Принудительно. Согласны? Если не подписались, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну, то есть, по большому-то счету, задача определена и поставлена. Если они, еще раз, это же не шутка, они реально на полном серьезе говорят о завоевании планеты. Но есть все-таки один маленький недостающий элемент. И вот это тема нашего сегодняшнего видео. Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию вооруженных сил Российской Федерации контрактниками. Вот это настоящий клон Владимира Путина. Ему поручена самая главная задача в этой истории, в период правления пока еще Владимира Путина. Значит, он должен создать вторую кадровую армию, еще раз. Не вторую кадровую армию мира, а в принципе, вторую кадровую армию Российской Федерации. Потому что первое куда-то делать. Почему-то в России об этом не говорят. Слава богу, мы не россияне. Дякую тебе, боженька, что есть так, как есть. И мы не в России. Российскую сволочь российских захватчиков. В Украине уничтожили. Вот, собственно, и все. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в Центральном федеральном округе. Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям. Какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть. Мы их обсуждаем уже на протяжении последнего месяца. Даже более. Там какие-то проблемы и какие-то решения принимаются. Нужно новое пушечное мясо. В центре внимания, внимание, Центральный федеральный округ. И каждый, наверное, задается вопросом, а что это за округ? Кого они собираются призывать на воинскую службу? Да, это называется пойти на контракт. Но есть нюансик один небольшой. Дело в том, что если бы все так было просто и было много желающих отправиться в российскую фашистскую армию, то не нужно было проводить мобилизацию. Как говорит Путин в таких ситуациях. А я тут при чем? Это министерство обороны. И вот сейчас Путин тоже вроде как ни при чем. Вопросом занимается Медведев. Так, говорит, проблемы. Проблемы с вором живого покающего материала на войну. Так вот, Центральный федеральный округ. Это у нас кто? Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивана... Ой, Ивана Франковская. Прости, Господи. Ивановская. Город вдовь, да. Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская область, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская. Еще город Москва. Ну, Москву можно вынести за скобки, потому что это государство в государстве. Вопрос в чем? Кто там живет? Это не национальные республики. Это так называемая средняя полоса России. То есть там, где живут русские, этнические русские. И вот именно их после прослушивания песни «Я узкий» отправят на войну. Гениальное решение. Да, единственная проблема, как сказал Дмитрий Медведев, нужно как-то их заставить, убедить, пообещать пряник, кнут. Ну, в общем, чтобы они стояли на коленях и протестовали против барина. Речь идет и о совершенствовании федерального законодательства. Вот коллеги Полпреды знают, мы регулярно тоже обмениваемся информацией. Они делают предложения по совершенствованию правил, законов, актов Министерства обороны. Безусловно, нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и эффективных практиках. Они есть, да, собственно, и результаты разные об этом говорят. Что же это за эффективные такие практики и для чего эти практики нужны? Вопрос хороший. Так вот, сейчас весь агитпроп занялся съемкой документальной патриотической рекламы, которая направлена на что? Местами они даже проговариваются. Ну, вот, один такой классический пример, а таких роликов уже снята хулиарт. Собирай наших. Мы нужны Родине. Родина у Родина, а она нам нравится, хоть и не красавица. Что здесь написано? Присоединяйся к своим. И почему-то три волшебных буквы СВО выделены отдельно. Но мы сразу пытаемся обратиться к какой-то логике жителей средней полосы России, центрального федерального округа. А логика заключается в том, что если вы нужны Родине, то почему ваша Родина у Родина отправляет вас за пределы этой Родины сдыхать? Ну, и выглядит это все, конечно, всегда одинаково. Вот где можно ознакомиться с условиями поступления на контрактную службу. Тут и указана зарплата, смотрите, 204 тысячи российских рублей. Но когда они популяризируют отправку на войну и на смерть, пишут масса-масса там бонусов. Список льгот для российского контрактника, он очень большой. И зарплата, и скидки на коммуналку, и что там еще. Ну, естественно, участник боевых действий, всякое такое. Какие-то там плюшечки и бонусы обещаются детям. А еще обещают дополнительные выплаты за уничтоженную технику. За танки просто, а за леопарды, соответственно, должно быть больше. Так вот, российским гражданам из Центрального федерального округа нужно читать все вместе. Вот как вы думаете, почему с одной стороны вам предлагают финансовое вознаграждение за сожженный леопард, а еще добавляют, сколько получит ваша семья в случае вашей гибели. Как вы думаете, совпадение это или нет? Все по Путину продумали очень и очень четко. Зачем жить, если можно умереть? Зачем ждать старости и рисковать умереть от водки, если умереть на войне? Прекрасная опция. И вот сейчас они четко фильтруют, какие профессии в России являются недостойными и какая судьба предпочтительнее для российского мужика. Просто какие-то истинные арийцы. Да, как говорил товарищ Мудозвон. Польский швайн и другие европейские швайн не имеют права не брать зерно от украинского швайна. Но на что они давят? Почему российский мужчина, русский, как мы видим в этой рекламе, из средней полосы России, почему он должен отправиться на смерть, убивать и умирать? Аргумент прекрасный. Ты же мужик. Прекрасный создан у них для этого сайт так и называется. Объясняем.рф Объясняют они, зачем нужно сдохнуть. Ты мужик, значит ты должен умереть. Да, а при этом, кто останется с твоей семьей, если она у тебя есть, ну почему-то выносится за скобки. С другой стороны, жена или мать потом сможет ездить по школам и рассказывать о том, что ты умер не зря. Потому что по-другому нельзя было поступить, потому что нужно было бы обязательно напасть. Ну, то есть гастроли по образовательным учреждениям России в рамках проекта «Перескажи Олю Скобееву». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова